Шалом, друзья! Сегодня второе число месяца Сива. Адмор Азакен продолжает объяснять различия между первым и вторым храмом. Говорит Алтаребы, что божественный свет, который светил в первом храме, был уровня Алама Целут, Мира Целут, на очень высокой ступени, как говорится, на полной мощности. Божественный свет, который светил во втором храме, тот же божественный свет, но уже на меньшей мощности, прошедший постепенное снисхождение миров. И тем не менее, он также связан с тем же корнем, а после разрушения храма нет у Всевышнего ничего, кроме четырех локтей загона. Это значит, что сейчас Шкина находится только возле человека, который учит Тору, лист гморы или выполняет заповеди. И он связан с Сенцов бесконечным творцом. И хотя это в скрытом виде, но это связано с самой сущностью творца. Как, например, отец, который обнимает крепко своего ребенка после какого-то трогательного события. Можно увидеть невероятные чувства отца к ребенку. А есть иногда момент, когда отец просто гладит ребенка по голове. И кажется, будто нет тут такового сильного чувства. Оно не видно. Но на самом деле, хоть и гладя ребенка по голове, не видно это чувство отца к ребенку. Тем не менее, существует эта абсолютная связь. И так же, произнося вслух слова Тор и выполняя заповеди, еврей связывает себя с Творцом абсолютной связью. Хорошего дня, друзья. И до новых встреч. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Субтитры создавал DimaTorzok